Есть вещи, которых не коснулись перемены. Есть вещи, которые вы сейчас можете приобретать, невзирая ни на что. Приобретать в кредит, кстати. Есть вещи, которые не попадают под каско. Что это за вещи? Это мотоциклы, это квадроциклы, причем разного предназначения. Ну и, разумеется, это любимые гидроциклы вместе с лодками. Плюс ко всему, это те приспособления, которые позволяют вашей лодке двигаться. Теперь, что за технику выбирать? Ну, Гимаха является, безусловно, лидером в производстве и мотоциклов, и снегоходов, и квадроциклов. И вот, куда приезжать? На улицу, в московскую, дом, ну, точнее, строение номер 50. Здесь вы приобретаете то, чего не коснулась новая растаможка. Ну, разве что небольшое колебание доллара. Но это вещи, которые не стареющие. Вещи не на один сезон. Вещи, которые будут вас радовать, пожалуй, и десяток лет в том числе. Наступило, наверное, время вернуться к корням. Вспомнить свои увлечения. Заняться собой. А не бешеной гонкой за финансами. Наступил сезон, когда автомобиль перестал быть единственным транспортным средством. И мотоциклы, и скутера, и водные мотоциклы у нас также доступны. Согласитесь, у умудренного байкера разума и солидности больше, чем у владельца, вибрирующего от установленной музыки тонированного наглухо авто. На байке, а у байкера, все видно сразу и видно, где все это куплено. Противоударный термозащитный костюм. Серьезный шлем. Это только от Ямахи. Ваша лодка или скутер, имеющий надпись Ямаха, это вещь не на один год. Так же, как и лодочный мотор и аксессуары. Как правило, техника такого уровня служит долго. Как правило, она достаточно крепка и дорогоустойчива. Но каждый ли салон по продаже мототехники имеет свою ремонтную базу? Этот, да, имеет. Что вообще предлагает Ямаха? На самом деле, фирма Ямаха достаточно большой перечень предлагает мотопродукции. Это и гидроциклы, значит, лодочные моторы. Плюс к всему, к лодочному мотору вы здесь же можете приобрести шикарную лодку Ямаран. Ну, таким образом, мотоциклы, скутера, продолжать и продолжать можно. Генераторы. То есть можно, в принципе, на лодочке Ямаран ценой 60 тысяч рублей, так, с небольшим, купив отличный двигатель тоже от Ямахи и еще и покатать лыжника, допустим? Не, разумеется, лодка качественная, лодки мореходные, движок помощнее, тянет лыжника, тянет надувные, значит, приспособления для отдыха на воде. Конечно. Что касается экипировки, вот днем покатались хорошо, вечером прохладно. Как можно одеться и как можно обезопасить себя, допустим, от травм, если мы выбрали себе на лето двухколесного друга? Экипировка, конечно, есть в наличии, то есть можно выбирать. Разного характера, скажем так, экипировка, то есть, что, как это относится для отдыха на воде, значит, также и мотоциклетные, шлема, куртки, перчатки, то есть, приходите, подбирайте. Не прокатиться и не протестировать – это не в правилах нашей программы. 125 кубов, большие колеса, вполне приемлемые тяговые характеристики. Этого достаточно для нормального перемещения по городу и на небольшие расстояния. Счет меня ностальгия мучает, да? Не знаю, к чему. Да потому что, потому что вот таких размеров, такого веса, да нет, весов был другого, но первый мотоцикл – восход. Я всегда мечтал о... Сейчас уже думаю вернуться к истокам, как говорится, тепло на улице, права категории А у меня есть, и вот такой 120 кубовый мотоцикл купить себе. При этом цена вопроса, цена вопроса – скутеры. Но как он едет? Да мне понравилось. И вы знаете, гнаться за объемами, конечно, что можно. Вот такой смысл. Тогда по городу ограничение скорости 60 км в час. А с места он урвет. Великолепно. Так что, так что вы, конечно, можете выбрать. Ямаха делает двухлитровые мотоциклы. Ну, такой бюджетный вариант. И его и... Вообще не жалко. Ну так, куда приезжать? Московская 50. Здесь же вот немало. Ну, все это, разумеется, пауэротбай-автограмм. Нужны ли нам спортбайки? Возможно. 150-километровое кольцо объездной – это место, где можно оторваться. Ехать на них в Уфу или Самару – это уже экстрим. Нужны ли эндуро? Конечно. Выдержать путешествие за грибами в сторону Белорецка можно. Нужны ли чопперы и легкий класс? Опять же, да. В первом случае этот стиль жизни во втором – реальная экономия. Нужна ли нам Ямаха? Естественно. Так как этот безусловный лидер должен быть и имеет место быть в Магнитогорске.